Другие получаются хорошо, а меня камера не любит. Как только начинается запись, я теряю дар речи и не могу связать даже двух слов. О боже, мое видео никому не понравится. Отзывы будут плохими, а я буду смешным. А этот голос, его как будто бы приклеили ко мне, почему же он такой мерзкий? Всем привет, с вами Маргарита Воробьева, вы на канале Сила Слова. И сегодня мы поговорим о том, как перестать бояться камеры и начать уже наконец-то записывать сторис, вести прямые эфиры, вебинары, разговаривать в кадре, чтобы нести людям пользу, развивать личный бренд и зарабатывать деньги. Видеоконтент прочно укоренился в нашей жизни и развивается с беженой скоростью. Но если вы в тревоге, тотальном стрессе, стеснении, скованности и не можете с этим справиться, то с экрана на зрителей будет смотреть зажатый или напротив нарочито бравирующий своей публичностью человек. Оба этих варианта являются примерами защитной реакции человека на боязнь камеры. Что же делать? Сегодня дам вам пять полезных советов. Записывайте. Первое. Будьте адекватны. Помните о том, что это всего лишь видео. Нельзя быть хорошим для всех. Всегда будут те, кто вами недоволен. И, собственно, чем больше людей вас смотрит, тем больше недоброжелательных критиков вы встретите. Вы же боитесь опозориться, быть смешным или выглядеть глупо? Успокойтесь. Всегда будут недовольны. Это нормально. Вместо того, чтобы думать об этом, примите ситуацию и начните делать второе упражнение. Оно называется подготовка к съемке. Разберитесь в теме. Овладейте материалом и предметом речи. Нужно не зубрить, а понимать, о чем вы будете говорить. Даже если возникнет техническая заминка, вы собьетесь, не страшно. Главное понимать, что вы хотите сказать, для кого вы говорите и зачем. В процессе подготовки ответьте себе на эти три вопроса. Третье – это ваш визуал. Организуйте себя и пространство таким образом, чтобы вам все нравилось. Ваша внешность, образ, прическа, фон, студия. Если нужно, пригласите в помощь профессионального оператора, который снимет с... 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 Это я... О чем я подумала? Который снимет с вас часть задач и позволит сфокусироваться на главном для вас. То, как вы будете выглядеть в кадре – не второстепенный вопрос. Важно не только, что вы говорите, но и то, как. А чтобы вас дослушали и не выключили, нужны уверенность, харизма, привлекательный вид и связанная речь. Четвертое правило – вести диалог. Смотрите в камеру и представляйте зрителей. У вас появится ощущение живого диалога, а с реальным собеседником общаться не так страшно. Как выстроить этот диалог? Помните о том, что люди слушают и вовлекаются только в трех случаях. Когда говорят о них, когда говорят то, что им нужно, когда им весело и интересно, и они удивляются. Задавайте вопросы, рассказывайте истории, не заставляйте людей скучать. Вы рассказываете не вот этой вот черной дырочке, а живым людям, которые ценят искренность больше компетенции. Будьте в ладу с собой. И пятое правило – на вас должно быть не только приятно смотреть, но и приятно слушать. По статистике, ролики на YouTube выключают каждые 8-11 секунд. Это значит, у вас есть так мало времени, чтобы создать то самое первое впечатление. А формируется оно прежде всего, исходя из невербальных способов передачи информации. Язык тела, жесты, мимика, поза, походка и, конечно же, тембр вашего голоса, скорость речи, интонации и то, с какой скоростью дикции и артикуляции вы проговариваете слова. Поэтому перед записью роликов очень важно настроить технику речи. Во-первых, нужно сбросить адреналин. Для этого подойдет упражнение «Железный человек». Я буду показывать. Итак, делаем первое упражнение. Оно называется «Железный человек». Смысл его заключается в том, чтобы реализовать адреналин, который накопился у вас в теле. Адреналин сбрасывается через напряжение мышц. Поэтому нам с вами нужно встать или, если нет такой возможности, вы можете сесть и напрячь все мышцы своего тела. Начиная от кончиков пальцев на ногах, заканчивая вашей мимикой. Хоп! Только вот не так вот. Вот некоторые мои ученики вот так встают, делают вид, что они «Железный человек», но толку никакого нет. Естественно, и результат они. Поэтому максимально! Замерли. Посчитали до 10, расслабились. Уже становится легче. Сделайте 4 подхода по 10 счетов. Второе упражнение, которое поможет вам сфокусироваться на расслаблении и перестать переживать. И перестать переживать треугольное дыхание. Представьте себе треугольник. Он состоит из трех граней. На первой грани вы вдыхаете носом в живот на 4 счета. Вторую грань вы задерживаете дыхание. А на третьей грани вы вдыхаете носом на 8. Итак, на 4 счета вдох в живот. 4 счета задержка дыхания. 8 счетов выдох. Сделайте так 5, 8, 10 раз. И вы просто попадете в дзен. В дзен можно попасть? Ну, вот так будете себя чувствовать. Классно! И расслабитесь. Итак, железного человека сделали. Треугольником подышали. Очень важно также настроить дикцию и артикуляцию. Скажите четко 5 раз с гиперартикуляцией. Пакет с попкорном, пакет из-под попкорна. 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 Классно! Ваш артикуляционный аппарат настроился. И дальше нам с вами нужно помычать, чтобы раскрыть тембр вашего голоса. Помните, как раньше звонила Nokia 3310? Сделайте так 10 подходов по 3 раза, и вы услышите, что ваш голос звучит особенно привлекательно. Даже такие несложные техники при ответственном подходе 100% принесут хороший результат. Спасибо, что были со мной, а с вами была Маргарита Воробьева, и помните, что сила слова доступна каждому из вас. До встречи!